Очередное заседание окружной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошел под председательством Сергея Боенко. О подготовке к паводку доложили руководители профильных департаментов Заполярного района, поселка Искателей, городской администрации. Особое внимание к возможному сценарию развития весеннего половодия. В ходе совещания был утвержден комплексный план мероприятий по предотвращению ликвидации чрезвычайных ситуаций на период паводка. По информации Севгидромета, на сегодняшний день средняя толщина льда на реке Печора составляет 80 сантиметров, при средней годовой – 91. Ледоход на Печоре придет в район Оренмара ориентировочно 29 мая. Для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодия будет мобилизовано более тысячи человек и около 400 единиц техники. Кроме того, на период паводка сформирован запас нефтепродуктов и строительных материалов. Данные материальные резервы хранятся на базе ГУПНАУ «Наринмар-Доргемстрой», ГУПНАУ «Наринмарская электростанция» и ГУПНАУ «Нинская коммунальная компания». Они в течение года проверяются, будут проверены еще чуть позже, до наступления, я думаю, где-то в первой декаде марта. То есть до наступления возможного паводка. Для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод в регионе созданы ресурсы финансовых и материальных резервов на общую сумму более 70 миллионов рублей. В частности, на открытие дополнительных временных водомерных постов, проведение мониторинга паводковой ситуации и проведение взрывных ледокольных работ на реке Печора. «Определена сумма в размере порядка 8 миллионов рублей для проведения мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, в том числе заключение государственных контрактов на открытие дополнительных водомерных постов, которые у нас уже заключены на сегодняшний день с ГУПНАУ «Наринмар-Доргемстрой» на проведение мониторинга паводковой ситуации на территории округа и на проведение взрывных ледокольных работ. Два последних контракта у нас еще находятся в своей заключении». Уровень воды на период паводка ожидается ниже 600 сантиметров. Критической для города является отметка 620. О подготовке к предстоящему паводку и пожароопасному периоду доложили руководители профильных департаментов городской администрации и Заполярного района. При наихудшем развитии паводковой ситуации в этом году в зону возможного подтопления могут попасть 16 населенных пунктов 11 муниципальных образований. «В течение марта-апреля сотрудники сектора ГУЧС проехали всю Нижнюю Печулю, посмотрели на материальные запасы у нас всех муниципальных образований, на соответствие тем положениям, которые утверждили муниципальные образования, посмотрели по количеству, проверили, какие рекомендации они все опишут, напишут, что направят муниципальные образования, если необходимо будет, они направят заявки и финансируют». Проверка готовности органов управления сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сезон паводка будет проведена на следующей неделе в рамках командно-штабных учений.